Всем привет! Частный дом. Почему? Сама, наверное, до сих пор не могу понять, почему я пришла к этой мысли о частном доме. Когда же это было? Мы жили в Мурманске, и понимание того, что нам нужно оттуда будет когда-то уезжать, но вело к этому вопросу частного дома. Вы знаете, всю жизнь я родилась в городе и всю жизнь прожила в квартире. Никогда я не жила в частном доме. У нас была у мамы маленькая дачка, но мы там не ночевали. Просто маленький дом, куда приходили, прятались от солнышка, от дождя и не более того. Ходить я туда честно не хотела. Вот если меня единственный раз попросит мама там сходить, что-то помочь или принести, или что-то. Для меня это было наказание, каторга. Я не могла там ни загорать, ничего. Ну, тем более возиться в каких-то посадках. Ей любила. И вот прожить в Мурманске 10 лет, в этом холоде, в этой темноте, и мы попадаем к нашим знакомым средней полосе на даче. И две недели мы живем на даче. Рядом речка, никаких условий, просто дом, туалет на улице, все. И мне это так понравилось. Как-то меня не напрягало, где мыться, что надо готовить, что на улице мыть посуду. Вот мне это очень понравилось. И через 10 лет мы стали запомниться, ну куда же мы будем уезжать жить. Это был однозначный вопрос. И мы вот так решили, что мы не хотели уехать в квартиру. Нужен дом. Долго мы выбирали, где будем жить. У нас в то время на Севере была программа переселения северян. И мы подходили под эту программу. Можно было уехать, сдать свою квартиру. У нас уже к тому времени была отраслана квартира. И уехать под Питер. продавали квартиру. Друзья у нас уезжали под Москву в Калугу, купили себе квартиру, тоже назвали. Но вот мы не хотели. И вот мы остановились на Украине. И, конечно, час на дом. Выбрали проект дома. Проблема была большая с участком. Вот купить участок в городе, мы жене жили. Была большая-большая проблема. И, в общем, участок мы оформляли на отстраницу. И это все оформив, мы 10 лет строили свой вот этот дом. Приезжали мы на лето. И на месяц-два оставляли деньги. Смотрели, как что делается. И опять приезжали на север зарабатывать. Но вот это время, пока мы приезжали, и вот каждый день приходили на стройку, чтобы мне очень тоже нравилось. Мы тут и готовили, купили там плиточку переносную, когда ехали на машине газовую. И я вот и готовила без удобств, без всего. Вот с газовым баллончиком все. Мыло в посуду все. И это мне очень-очень нравилось. Да, наша стройка шла очень долго. Вы сами понимаете, что чтобы строить в наше время нужны большие деньги. Но тогда это было проще. Участок у нас получился почти в центре города. Большой плюс. В деревне я не хотела. Но я вообще городской жизнью. Поэтому разговор о деревне не стоял. Мы именно хотели или рядом с городом, или в самом городе. В общем, нам повезло. Мы живем в 30 минутах ходьбы. Фактически от центра города. Тут у нас такой типа поселочка. Столочки есть. Очень даже хорошо. Меня все устраивает. Тем более, что когда мы заселились, у нас была канализация выгребная яма. Через три года мы объединились вот этим поселочком и провели городскую канализацию. Это вообще стало обычной квартирой. Только ты постоянно находишься на улице. Вот летом мы вот здесь и завтракаем, и обедаем, и ужинаем. Но в дом вообще не хочется заходить, честно говоря. То, что есть участок 10 соток. Ну, наверное, под землю у меня осталось 8 соток. Вообще ничего не понимала в посадках. Ничего не знала. Ну, в то время интернета как такового не было. Ну, были книжки. Училась. Что-то не получалось. Что-то садилась. С таким энтузиазмом взялась. Ну, вроде бы, как все посадили. Деревья есть. Все есть. И вот эту обстановку я никогда, если даже так случится, я никогда не захочу переехать в квартиру. Здесь настолько удобно. Во-первых, машина. Мы всегда приехали, машину поставили. Ты уже дома. Это вообще-то настолько большой плюс. Воздух. Вроде бы в городе. Подъезжаешь вот к нашему участку. Выходишь, совершенно другой воздух. Дети все едят с участка. Ничего не брызганное. Мы стараемся так, чтобы все ели натурально. Опять же, вышел. Нужен салатик. Вырвал. Помидорку сорвал. И сделал тоже салатик. В общем, одни плюсы. Честно сказать, о минусах я даже не могу. Да, могу. Нет, могу. Зимой, да, надо чистить снег. Ну, а летом то, что я двигаюсь, я считаю, это тоже очень огромный плюс. Потому что постоянно движение. Хочу работать, хочу не работать. Хочу сажу цветы, хочу не сажу. Хочу поливаю, хочу не поливаю. И вот единственное, конечно, чистить снег. Да, уже тяжеловато. Но как-то мы выходим с этого положения. Поэтому, ну, кругом одни плюсы. Поэтому, ребята, вот говорить о частном доме или квартире, даже, ну, честно, и не хочу. Вот для меня частный дом – это самый лучший вариант. Где он – в деревне или в городе или на хуторе. Это решает каждый из нас. А у меня жизнь продолжается. Всего вам доброго.